друзья приветствую всех на канале просто дима в общем все спрашивают что там что-то с кабриком что там с кабриком вот ребята кабрик стоит на месте без движения это получается последний раз я вот ездил на нем перед своей болезнью ну то есть 22 месяца машина простояла сейчас не знаю попробуем сейчас попробуем запустить мотор получится не получится так что тут вроде бы жидкости да все на месте масло сейчас проверим масло в норме колесо колесо спустила надо наверное вести на шиномонтаж проверяя не знаю правда аккумулятор клемму снимал за два месяца можете разрядился ну что давай дракон часики друзья не нормально нормально завелся как видите все в порядке чуть-чуть пускай поработает если у меня хорошая новость друзья завтра я еду под барановичи сторону барановичей и если все получится возможно у меня будет новая крыш но не новая старая но новая крыша в общем спасибо одному из моих подписчиков которые случайно абсолютно там где-то в огороде каком-то увидел вот такой же точно эскорт но он там стоял уже полу разобранный в общем он мне сбросил геолокацию где это . в общем какими-то там путями удалось раздобыть контакты человека че это эскорт точно такой же кабриолет но крыша там вроде бы он не прислал фотки сейчас его прикреплю где-то здесь фотки вроде бы в нормальном состоянии вроде бы он готов ее продать поэтому друзья завтра я с утра рано чухаю туда в барановичи смотрю эту крышу и само собой если что-то получится вам сниму и если все нормально будет я ее куплю и дальше будем заниматься кузовом друзья так что с каприком все в порядке продолжаем восстанавливать тоже моторчик прогрелся уже ну в общем как бы я считаю что все нормально даже с учетом того что машина два месяца простояла не запускалась то в принципе принципе нормально считаю заводится еще раз попробуем нет абсолютно все нормально все адекватно меня это радует то есть как бы особых я так думаю что проблема нас двигателем не будет запускается без проблем крыша как вы знаете искал я кто перешнет на что-то там то пообещали то общем потом притихли поэтому поедем посмотрим если там крыша в хорошем состоянии то мы просто ее покупаем эту потом выбрасываем возможно перед покраской и снимем покрасим и потом установим новую и будет у нас новая крыша ну так посмотрю не знаю в каком там состоянии этот эскорт он там без колес такой стоит на кирпичах но посмотрим если что-то будет там такой еще может какие-то мелочи по салону там или еще что-то бампер перед невозможно я бы поменял поэтому посмотрим если что-то будет интересное то если человек там согласится может мы еще что-то купим по деньгам вам тоже сейчас ребята ничего говорить не буду то есть когда уже если сделка состоится тогда мы поговорим и о цене так что друзья пока как-то так в общем да было вынужденного перерыва 2 месяца но как говорится что поделаешь жизни же но будем заниматься друзья все пока не прощаюсь в общем посмотрим что там еще в барановичах будет друзья ну вот смотрите вот крыша вот так вот выглядит вот этот вот эскорт конечно печальная у него история но скажем так одно радует что то что мне надоест значит вот видите крышу по сравнению с моей она можно сказать в идеальном состоянии есть небольшие как бы такие потертости но сколько она стоит вообще тут вот в таком виде сколько лет то есть небольшие есть вот такие вот как бы какие-то царапинки потертости но все целое внутри тоже 10 лет у человек горит стоит ну если за 10 лет не ничего не стало то я думаю что ближайших пару лет точно с ней ничего не будет ну и что я еще возьму кроме этого салон тут ведь вот такой бурюзового цвета но как бы сами сидушки мне не надо я заберу вот эти дверные карты просто вот этот бирюзовый цвет перекрашу потом в черный шума и там карты в хлам с той стороны тоже и вот эти вот задние задние тоже возьму и перекрашу грубо говоря остальное брать не буду потому что ну потому что не вижу смысла мне мой салон больше нравится бы не у не очень этот бирюзовый цвет скажем так в тему сейчас покажу вам как она выглядит закрытом состоянии то есть вот так вот она закрывается есть еще вот у человека вот накидка которая закрывает сложенном состоянии но она у меня тоже есть ну не знаю посмотрим может если будет там отдавать человек за какие-то небольшие деньги может возьму еще одну ну все друзья начинаем разбирать смотрите вот в таком виде оставляем вот этот вот эскортик в общем будут из него ребята делать цветник такой клумбу такую декоративную значит что в итоге крыша в комплекте в нормальном состоянии там с незначительными там повреждениями потом дверные карты две штуки всякие резинки то все одну фонарь целый один и смотрите ребята бампер еще посмотрел короче бампер бампер тюнингованный даже от какого-то видят как от какого-то там ателье там непонятного может гаражного может не гаражного то есть он такой скажем так слеплены ну посмотрим все равно как бы машина пойдет в покраску возможно скажем так возможно этот бампер просто будет красивее смотреться то есть у меня все равно бампер там тоже полопанный тоже его надо делать ну еще там по мелочи забрал там всякие обшивки то все резинки козырьки все равно человеку это как бы особо не надо то есть за все вот это вот ребята 250 долларов то есть за крышу и за карты за бампер то есть за все мелочевка всякая там болтики винтики то есть за все 250 долларов сейчас мы все это загрузим в гольф и поеду домой друзья а дома уже когда все разгружу скажем так закончим видео все загружаемся все я уже в бресте разгрузился что хочу сказать доволен я своей поездкой смотрите за 250 долларов что я купил в итоге две дверных карты вполне еще нормально задние две дверных карты вот эту накидку дали бонусом но это уже на сложенную крышу она у меня как бы есть но отдавал человек почему бы и нет дальше тут вот всякая мелочевка если вам видно всякие там уплотнители позабирал молдинги пластик кое-какой бампер вот этот вот ну еще по бамперу вопрос конечно надо его представить посмотреть как он выглядит ну и самое важное ребята крыша то есть самое важное это крыша которую я искал долго и нудно ее только помыть почистить смазать и установить грубо ну и там где-то один тросик лопнутый то есть надо будет срастить срастить эти тросики в принципе все ну единственно сюда одна ручка сломана у меня кстати тоже но посмотрим может получится ее получится ее восстановить ну что в принципе друзья на этом все вот такое было видео в общем сейчас у нас дальше задача будем заниматься кузовом будем дальше смотреть нам надо еще подвеской посмотреть что по подвеске передней ну и в принципе уже после покраски сейчас не вижу смысла устанавливать эту крышу то есть поступки покраски эту крышу поставим уже на освеженную так сказать покрашенную машину ну я вам так скажу за 250 долларов мне кажется вполне эта цена себя оправдывает ну и думаю что сняли мы ее где-то вдвоем там за минут наверное 30 максимум 40 то есть я думаю что устанавливать придется дольше но уже по крайней мере по крыше вопрос решен все дорогие друзья вот такой вот был видос в общем просто кабрик живет продолжаем восстановление спасибо что смотрите не болейте и всем пока пока друзья а